Всем здравствуйте! Мы в этом семестре второй раз встречаемся на тему языка программирования питончик. Итак, значит, у нас продолжение разговора про язык программирования питон. В прошлый раз лекция была вводная, в этот раз лекция уже базовая, линейная. В ней будем обсуждать какие-то важные вопросы. Как я уже говорил, я обещаю, что почти в каждой нашей лекции, даже для тех, кто питончик знает, будет довольно много такого, что достаточно нестандартное, чтобы было нескучно. Для всех остальных, я надеюсь, это тоже то, что мы с вами сделаем, окажется достаточно ценным. Хорошо. Значит, сегодня мы смотрим на питон как на интерпретатор командной строки. Потому что в действительности это очень удобная штука. Вот. Значит, потому что в действительности бытность питону, питона, интерпретатором командной строки, это очень удобный инструмент, который позволяет осваивать работу с языком, как бы с языком программирования, но в очень быстром режиме. Смотрите, это выглядит буквально так, что вы запускаете питон, а он запускается. Ну, питон 3 он, наверное, у нас называется. Вот. Вы запускаете питончик, а он запускается. Вы можете о чем угодно говорить, а он вашей командой интерпретирует. И даже говорит, что вот это вот то, что я сейчас набрал, имеет невалидный синтаксис. Вот. Кстати сказать, это имеет прямое отношение к сегодняшнему разговору. Вот такая команда имеет валидный синтаксис. И она даже интерпретируется. То, что вылезло сообщение, это сообщение, если внимательно его прочитать, а я напоминаю основное правило любого начинающего программиста, все сообщения об ошибках для вас, а не для кого-то. Так вот, если это сообщение прочитать, поскольку оно для нас с вами, то выяснится, что эта синтаксически правильная конструкция раскрылась интерпретатором питона в идентификатор. Он поискал этот идентификатор в тех неймспейсах, в тех пространствах имен, в которых обычно... Это, кстати, сразу нам намекает на то, что, будучи интерпретатором, питон имеет, скажем так, динамическую семантику. Семантика того, что вы пишете, может изменяться в зависимости от того, что было раньше. Вот одно и то же слово может означать разное. Оно может означать, как в данном случае, ссылку на объект какой-то, целочисленный, а может ещё что-нибудь. Вообще интерпретатор командной строки, это очень простой принцип. Сейчас его модно называть REPL. Read, execute, printline, кажется так. Идея состоит в том, что у вас есть одно текстовое окно, в котором вы, во-первых, выдаёте какие-то команды некоторому исполнителю, и тем самым организуете поток ввода. А дальше execute, интерпретатор интерпретирует то, что вы делаете, и организует вам поток вывода. Да? Ну, что-нибудь такое. Более того, тот же самый интерфейс, то есть окно командной строки используется также и для управляющего ввода, и, соответственно, управляющего вывода, диагностического вывода. Управляющего ввода, это, например, вот такая вещь. Ну, например, не дуопринт. Вот. Если вы думаете, что ничего не происходит, на самом деле происходит, он просто очень быстро выводит эти самые ку-ку. Вот. Как его остановить? Надо из командной строки, то есть воспользовавшись тем же самым интерфейсом, в котором у нас вот вывод, подать управляющую команду. В данном случае это по наследству от Unix-подобных систем. Надо нажать Ctrl-C, и через этот интерфейс командной строки питончику придёт некоторый сигнал, который будет обработан как исключение кейборда интеракта. Ну и, соответственно, диагностический вывод, это ровно то, что мы видим на экране. Мы вообще-то не заказывали вот этих трёх строчек, но питончик их нам нарисовал опять-таки на том же самом экране. Вот в этом смысл на самом деле любого репла в объединении интерфейсов, как управляющих, так и по данным. Вот. Ну, а дальше начинаются всякие удобства. Мы помним из какого-нибудь курса, не знаю, по осям, что интерпретатор командной строки, если он совсем тупой, он страшно неудобный. В нём нельзя повторно вводить команды, в нём нельзя ничего редактировать. И чем, значит, он удобнее, тем проще пользоваться этой командной строкой. Вот. В питоне по умолчанию есть много всякого интересного. Много всякого интересного. В командной строке, даже в самом питоне, просто обычном питоне, который вы запускаете командой питон. Вот. В нём есть как минимум история команд, мы это видели, поиск по этой истории, ну, скажем, for. Вот. Видите? Да. Какая-то команда, которую я нашёл в недрах истории. Да. Есть какая-нибудь подстановка. Ну, сейчас давайте попробуем. Какой-нибудь Etertools. Вот. Чего? Не Etertools, а Etertools. Вот. Видите? Я нажал два раза Tab, и, как полагается, в типичных, хороших интерпретаторах командной строки, по клавишу Tab он предлагает варианты. Варианты. Я вот нажал Co. Да. Вот. Варианты, значит... А. Ой. Вот. Как видите, довольно удобно работать в командной строке, если вы более-менее ориентируетесь в том, какими командами она управляется. Хотя бы потому, что вы берёте уже проделанную операцию и обмазываете её снаружи ещё чем-нибудь. Да? Вот. Смотрите. Вот я взял, выбрал какой-то Combinations, он мне выдал итератор. Я превратил её в список, а теперь я от этого списка ещё возьму, скажем, третий элемент. Вот. То есть, одну и ту же команду можно последовательно редактировать, чтобы, в конце концов, получиться такая вот плохо читаемая с первого раза кишка. Но вы же её не читали, вы её писали. Так это же гораздо проще. Вот. Такие дела. Вот. Ещё про интерпретатор командной строки хочется сказать, что он настраиваемый. Вот. И вы можете отредактировать файл, например, который называется Python Startup, где на чистом питоне написать, что именно будет встроено, выполнено при старте вашего интерпретатора. Ну, в частности, здесь настроена, видите, история. В файле PyHistory, собственно, хранятся те самые команды, в истории которых я только что перед вами шарился. Вот. Ну, и вот там какие-то, значит, дополнительные инструменты для того, чтобы эту историю считывать при старте, записывать при выходе. Вот это вот всё. Такие дела. Кстати, здесь используются модули. Модуль ReadLine, который, собственно, управляет редактированием командной строки везде, кроме винды. В винды не так. Модуль Oss, который позволяет работать с файлами. И модуль AtExit, который позволяет выполнить некоторую команду, некоторую функцию при выходе из интерпретатора. Вот. SaveHistory. О! Так лучше. Ну вот. Вот этот SaveHistory – это та самая, значит, функция, которая будет, вот она регистрируется, она будет вызвана при выходе, она запишет накопленный буфер команд куда-то в файл P.History. На самом деле, что угодно можно писать в этот файл. Понятное дело, что интерпретаторы командной строки могут быть и более развесисты. Этот, напоминаю, вообще стандартный приезжает вместе с питоном. Он уже достаточно крутой. Вот. Также с питоном, как правило, приезжает штука, которая называется IDLE3. Вот. И это одновременно текстовый редактор и интерпретатор командной строки в одном флаконе. Вот. И тут тоже есть какой-то интерпретатор командной строки, как видите. Причем он слегка более продвинутый, потому что он умеет в подсветку синтаксиса. Вот. Правда, у него немножко странная идеология по работе с историей. Он не прокручивает историю, как вот это было в командной строке, а вы подгоняете курсор, нажимаете Enter, и он копирует то, что вы, значит, где ваша строка была. Или вы выделяете какой-то кусочек, нажимаете Enter, и он копирует его. Ну, так устроена вот эта вот штука. Вот. Тем не менее, эта вещь тоже встроена в питон. Ну, если вы не пользуетесь каким-то дистрибутивом, скажем, Linux, в котором питон распилен на кусочки, и из него выпилена графика, ну, TK-Inter из него выпилен, тогда вам надо поставить еще TK-Inter. Вот. А если вы пользуетесь базовым дистрибутивом, которым все, idle в нем тоже будет. А дальше больше. Дальше начинаются всевозможные инструментарии. Есть инструментарии, которые представляют собой изрядно продвинутые интерпретаторы командной строки. Самый известный из них это I-Python, который входит в состав Юпитера. Есть еще B-Python, тоже довольно приличная штука. А я пользуюсь из ней в самый легковесный. Я из них и на лекциях буду пользоваться исключительно ради того, чтобы у вас при демонстрации появилась раскраска синтаксическая. Я буду пользоваться штукой, которая называется PtPython. Вот. Это такой, вот, вот, вот. Примерно так это выглядит у них. И примерно так же это будет выглядеть у нас. Вот. Вот я ее сейчас запущу как раз. Мы ее увидим. PtPython – это просто алиаз, чтобы мне PtPython был раскрашен в правильные лекционные цвета. То есть я люблю темный фон и светлые буквы, а на лекциях их плохо видно, поэтому я перекрасил. Ну вот. Там есть некоторые, некоторые тоже, некоторые удобства в этом самом PtPython. Мы их потихонечку будем видеть. Но все это все равно является интерпретатором командной строки просто с большим количеством фиш, чем стандартный Python. Если вы пользуетесь каким-то, каким-то инструментом быстрой разработки, какими-нибудь IDE, ну там, по Charm, Vingodee, Комадо каком-нибудь, то там, как правило, есть встроенный интерпретатор Python, такое отдельное окошечко, в котором все это тоже можно делать. Я не рекомендую ни для нашего нынешнего курса, ни для следующего пользоваться большими средами разработки, вот. Но для нашего нынешнего курса это не очень важно, вот, потому что нам из этих средств понадобится только редактор. Хотите пользоваться PtCharm? Пользуйтесь. А вот для следующего семестра, где будет разработка, нам понадобится делать из командной строки кое-какие действия с проектами, вот. А PtCharm их делают из коробки, поэтому я его не рекомендую. И вообще Python, есть такой прекрасный проект, Python, встроенный в браузер. Видите, он пишет, что это 3.11-й Python, а в качестве операционной системы у него Mozilla. Вот. То есть это фактически Python, написанный на JavaScript, называется Brighton. Он вполне приличный, он работает. А, help вызывает Python и help, почему бы не, да? Но он, правда, в нём нет подсветки синтекса совсем. Интересно. И я не очень понимаю, как в него инсталлировать модуля. Но в остальном это очень-очень остроумный проект, этот самый Python на JavaScript. под названием Brighton. Они, как видите, собирают последнюю версию Python. Они держатся прямо в тренде. Вот. У них есть всякая документация интересная. Вот. По тому, как пользоваться встроенным домом моделью браузерной, для того, чтобы писать на неё на Python. Вот. Ну и, конечно, самое прикольное, это их демки. Вот эти вот части написаны на Python. Вот. Ну, в общем, вот. Так что даже в браузер можно встроить интерпретацию командной строки. Главное следствие того, что мы имеем дело с интерпретатором, а не с компилятором, это большое количество ошибок рантайма по сравнению с ошибками, которые возникают в период компиляции. Да? Как мы только что с вами видели, буквально только что, совершенно необязательно одна и та же строка должна вызывать исключение. Она может его и не вызывать. Вот, допустим, если такое имя появилось в Namespace. Это значит, что на этапе написания программы и проверки её синтаксиса не так уж много ваш интерпретатор там такого чего-то предусудительного заметит. Вот. Ну, буквально, смотрите, давайте мы сейчас напишем программу. Сейчас только вот куда-нибудь уйдём. А у нас нет такого каталога, да? Ну, давайте его сделаем. Давайте буквально напишем тупую программу с синтаксической ошибкой. Ну, в смысле, неправильную на питоне, да? Вот. Здесь напишем что-нибудь вроде print.cucu. А здесь напишем какую-нибудь ерунду. Вот, ерунду. С большой буквы ерунду. Как вы думаете, выполните ли операцию print.cucu, если я запущу эту программу? Да. Вот это главная фишка питона, что все ошибки у нас в рантайме. Вот print.cucu сработал, и только в момент, когда питон добрался до вот этой штуки, он сказал, вы знаете, нет такого слова в этой букве. Вот, давайте проверим, что будет, если я напишу вот так. Сейчас. Вот так напишу. Будет явная синтаксическая ошибка. О, а вот синтаксическую ошибку питон успел отловить. Почему? Потому что с точки зрения синтакса он вообще не может это распарсить. Вот. Ну, я вам даже больше того скажу. У меня встроенная проверка синтаксиса в Vim, она сразу говорит вот такие вещи. Вот. Мы будем от этого страдать всю дорогу, потому что там не только проверка синтакса, там еще проверка оформления внешнего вида исходного кода по фэн-шую. И если оно не по фэн-шую, оно тоже будет рисовать тут такие галочки. Я их буду при вас исправлять. Вот. Насильство. Ну, в общем, такое дело. Ну вот. Это что касаемо интерпретатора как подхода к языку программирования. Кажется, в прошлый раз я уже говорил, что это не обязательно замедляет процесс разработки, особенно разработки, потому что если у вас вот этот условный репл, ну не репл, процесс разработки выглядит так, что вы что-то отредактировали, проверили, поменяли, отредактировали, снова проверили и так дальше, то если в этот процесс вставлена долгая компиляция, то, наверное, интерпретатор даже быстрее работает. По сравнению с циклом отредактировали, скомпилировали, скомпоновали, запустили, проверили, отредактировали и так далее. Теперь, значит, давайте все-таки поговорим про питон как по язык программирования. Во-первых, у него в питоне есть достаточное количество встроенных объектов, которые, собственно, являются частью синтекса языка. Они бывают скалярные и составные, то есть атомарные составные. Ну, давайте сначала про атомарные поговорим. Например, в питоне есть, я решил пользоваться вот так, в питоне есть целые числа. Вот если мы напишем что-нибудь вот такое или что-нибудь вот такое, то мы получим некое целое число. Вот. Питон не был бы питоном, если бы он даже в таких тривиально выраженных ситуациях не принес бы вам какого-нибудь удобства. В питоне нет понятия максимальное целое число. То, что вы видите, это 3,4,2,3,2,4 в 556 степени целое число. Такое число нам никогда в жизни не понадобится, тем не менее в питоне его вполне можно добыть. Под капотом у питона, разумеется, есть отдельно целые числа, которые соответствуют размеру целого числа в вашей архитектуре. И отдельно вот эти длинные целые, которые там в двоично-десятичном виде хранятся. И как-то вычисляют. Или в строку-десятичном виде, я это честно не помню. Но это всё под капотом. Это не входит в прагматику языка. Напоминаю, что прагматика языка программирования это договорённости о том, как какие-то конструкции языка программирования в его вычислительной модели опускаются вниз на фактический исполнитель. Так вот, нет такой договорённости о том, как это всё реализовано. Есть договорённость о том, что есть вот такие вот целые числа. Любые. Очень удобно. Как бы пока памяти хватает, вот вам целое число. Да. А где можно прочитать именно про техническую составляющую, как реализованный? В исходных текстах питона. Что это в исходном ходе? В смысле только. А что вы ещё хотите? Какое соглашение к документации? Документация на что? На то, как длинные целые реализованы? Я думаю, что есть какое-то количество статей, когда они их писали, как они реализованы. Там нет ничего такого, для чего потребовалось бы дополнительный к языку программирования текст. Ну там нет такой вот математики какой-то феерической. Хотя нет, я думаю, что если порыться в ранних пепах, в ранних этих самых предложениях о том, как устроены длинные целые в питоне, вы найдёте также описание. Вообще, такого рода статьи очень любят писать, потому что питон, в принципе, язык программирования удобный для изучения. В том числе и потому, что вот те самые исходные коды на оси, они тоже вполне читаемые. Ну вот. Значит, вещественные числа. У нас ещё будет разговор про числа вещественные. Хочу только сразу сказать, я этот прикол ещё повторю, как бы два раза повторенная шутка становится в два раза смешнее. Я только хочу сразу показать, что вещественных чисел не существует. Ну, вы, наверное, все знаете, что вещественных чисел не существует. Нет? Вещественное число – это же такой предел отношения не помню чего, не помню к чему. А то, что мы в языках программирования называем вещественными числами, в действительности, это такие дроби конечные. Как это сейчас скажу? Вот какое число больше, e или π? Какое? e меньше, а π больше. А если их задом наперёд написать, какое будет больше? Если их задом наперёд написать, какое будет больше? Вот. Да? Так вот, вещественных чисел не существует. У меня есть доказательства тому. Вот. Это число – 1,1. А это число – 2,2. А это число – 3,3. Нет. Почему так? Потому что при превращении бесконечной дроби, а в двоичном представлении эта дробь бесконечна, и эта дробь бесконечна в двоичном представлении, при превращении её в рациональное число, которое помещается у нас, там, в мантисовый порядок, произошло некоторое округление. И так уж получилось, что оба раза это округление было в большую сторону. Поэтому, когда мы сломали эти два числа, мы получили маленький приварочек в конце. Вот. Такие дела. Соответственно, из этого, кстати, следует, что никогда не сравнивайте вещественные числа на равно. Они, ну, смотрите. Упс. Так не бывает. Да. Вопрос. А у нас 1.1 и 2.2, они примерно как чистят ли сточки? Что? Ну, вот 1.1 и 2.2, они у нас могут как строчки вводиться? Мы всё вводим как строчки. Мы даже, знаете, операторы, языка вводим как строчки, не понимая вопроса. Ну, разумеется, преобразовывает. А как иначе? А когда он складывает эти два числа? Вот видите, тип у него флот. Когда он складывает, он тоже получает флот. Нет, дело здесь именно в том, что никаких вещественных чисел не существует в компьютере. Вы не можете записать в компьютере произвольное вещественное число. Только дробь, только рационально. Вот и всё. Просто здесь оба приближения оказались с округлением в большую сторону. Такие дела? Вот. Нет, нет, нет. Эта константа, она вещественная. Вот у неё класс флот. Всё честно. Ну вот. Значит, тем не менее, в питоне есть два класса, о которых мы будем отдельно говорить, которые позволяют производить вычисления с произвольной наперёд заданной точностью. Это decimall-of-action. Вот. В питоне довольно богатая, хотя вполне очевидная система арифметических операций. Вот. Ну, всякие сложения, вычитания, умножения. Вот эта вот операция целочисленного деления. Эта операция взять остатка отделения. Эта операция в питоне поддерживается, но не реализована. Мы потом расскажем, я потом расскажу, как это устроено. то есть синтаксически вот такая операция верна, но что бы вы ни написали в базовом питоне, вам скажут, что её нельзя применить к стандартному, к любому стандартному типу данных. Видите, он говорит, есть такая операция, только целое с целым так нельзя. Вот. Мы потом поймём, зачем это нужно. Вот. Ну, в общем, вот такая вот забавная вещь. Вот. Какие ещё есть? Унарный минус, унарный плюс, унарная тильдочка. Зачем нужен унарный плюс, мы тоже поймём. Возведение в степень. Вот. Обращаю ваше внимание на то, что даже банальная синтаксическая конструкция, относящаяся к инкапсуляции, то есть взятие атрибута, это тоже операция с точки зрения питона. И квадратные скобки индексирования, это тоже операция. Вот. Всё это операции. Они на самом деле превращаются в вызов метода. Операции сравнения. Ну, короче говоря, довольно стандартно всё. Вот ещё вот такая штука есть, мы про неё чуть позже поговорим, пока рано. Что такого полезного в питоне по сравнению с другими языками программирования в этом всём можно найти. Ну, например, мы сейчас как раз это увидим, чуть позже, потом вернёмся к этому. Да, даже побитва операции есть. Вот вам, пожалуйста, или и то есть сдвиг не исключающий или. Побитва операции тоже есть. К особенностям питона мы перейдём чуть дальше. Вот. Побитва операции. В питоне есть встроенный тип данных, который называется строка. Ну, он очень простой. Мы с вами уже с ним имели дело. Вот. Да, строки можно складывать, умножать, делить нельзя. Вот. Строка это составной тип данных, но он составлен из ничего. Вот. Как мы потом потом с вами узнаем, с точки зрения чисто такой поверхностной, строка это последовательность, знаете, чего? Строк. Строка в питоне это последовательность строк. Ну, реально, смотрите. Вот эта строка. Вот это и четвёртый элемент. Он вообще говоря, строка. Поэтому у этого четвёртого элемента есть, например, нулевой элемент. И у него тоже есть нулевой элемент. Вот. Почему такое странное, мы узнаем потом, когда будем говорить про строки, специально будет лекция. Но с точки зрения, так сказать, пользователя очень удобная штука. Это самая питония строка. Чего только с ней можно и чего только не делать. Вот. Настоящий составной объект в питоне это кортеж и список. Список это просто индексированный набор вообще произвольных объектов питона. Вот. А кортеж это такой набор элементов, которого дальше менять нельзя. То есть вот если мы напишем что-то типа а равняется раз, два, три, четыре то это и будет кортеж. Он же тюпль по пятой не будет. Тюпль type вот что там а вот тюпль по-русски английское слово тюпль по-русски переводится французским словом кортеж. Ну ладно. Его можно индексировать, можно смотреть вот нулевой элемент, вот последний элемент минус первый это последний. вот а если мы напишем что-то типа b равняется в квадратных скобках вот эту штуку, то это будет уже список, лист, вот который, если вас на первом курсе учили такой штуки под названием связанный список, помните, элемент, ссылка на следующий, элемент, ссылка на следующий. Вот это не то. Вот. В действительности тип лист это динамический массив, а вовсе не связанный список в питании. Мы про это тоже поговорим в своё время. Так вот, а не равно бы. Не равно бы. Да, значит, это разные объекты, но тем не менее, тюбли от списков отличаются тем, что списки можно модифицировать. Можно написать, например, так. А вот с кортежами так сделать нельзя. Вот. То есть изменяемый и неизменяемый объект. Тем не менее, то и другое является индексируемым набором, с операцией индексирования, с квадратными скобочками. Вот. Такой вот встроенный составной элемент. Есть ещё ассоциативные массивы, они же словари. Вот. Выглядит это примерно так. Вы пишете ключ, двоеточие, значение. Дальше какой-нибудь ключ, ну не знаю, двоеточие, значение. Ну и так дальше. Вот. И потом можно прям вот по этому ключу обращаться к содержимому. Обратите внимание на то, что в моём случае, в моём случае я использовал для, давайте посмотрим, какой у него тип, dict, я использовал, я намеренно использовал разные ключи и разные значения, чтобы было понятно, что питону в общем всё равно какого типа объекта там внутри. Лишь бы вот эта штука была хэшируемой, про это мы тоже потом поговорим. Вот. Вообще словарь в питоне это самый универсальный элемент моделирования данных, с помощью него можно сделать вообще что угодно, как видите. Вот. Очень удобная штука составной. Тут надо сделать одно отступление важное, которое нас приведёт к понятию связывания объектов. Важное отступление стоит вот в чём. Допустим, у нас есть два объекта питоньях. Да. И объект B такой же. Очевидно, что они равны. Но является ли A и B одним и тем же объектом или нет? Давайте это проверим. Является. то есть фактически это имена одного и того же объекта. Питон нашёл у себя объект вот такой и когда он увидел, что эта константа равняется этой константе, она просто дал одному и тому же объекту два имени. Другой вариант. Верный. Неверный. Объект A и объект B это два разных объекта. Они сейчас равны. Поэлементное сравнение нам сказало, что объекты равны. Но это два разных объекта, у них разные идентификаторы. В питоне написанном на C я вангую, что это на самом деле будет какой-нибудь адрес в памяти. Да. Видите, выйдет 0xmf, это там сверху, верхняя часть. Короче, секция дата. Адресного пространства вашей программы. Но это все абсолютно никак не входит в семантику. Да. То есть, если у нас со строками произошло так, что по факту имя A и B ссылается на один и тот же объект. Ага. Если мы изменим строку A... Мы не изменим строку A, это константный объект, нельзя менять строки. Да. Ровно поэтому так получилось. Числа, строки, кортежи в питоне являются константными объектами. Числа являются константными объектами. Обратите внимание. Вот мы привыкли к тому, что у нас переменные, скажем, интеджер, туда можно положить что угодно. В питоне не так. В питоне переменных нет. В питоне есть имена и объекты. И вот имена объекта всех атомарных типов константны. Вы их завели единичку, это всегда теперь единичка. Мы сейчас поговорим про то, как это все работает, не пугайтесь. Единственные два вида объектов, которые точно модифицируемы, это из встроенных. Это список и словарь. Потому что мы можем взять и поменять содержимое. Вот у нас есть A и B два списка. Давайте. мы можем взять и написать вот мы все уже делали. Мы можем взять и написать там A нулевое равняется 1,2,3 и все. Теперь они будут уже и не равны. Понятное дело. Это два разных объекта, они модифицируемы. Именно по этой причине питон не стал сваливать в одну кучу. Кстати сказать, далеко не всегда вот это работает так. питон имеет право не проверить, что эти объекты равны. Что это один и тот же объект, что есть такой уже в кэше. И создать еще один такой же. Никто не узнает их там 2,1,3. Это же константа. Что еще можно сказать про типы? что нам тут спрашивают, что такое имя? Еще спрашивают, является операция распаковки? Разумеется, операция распаковки является операция. Что такое имя? Имя это смотрим лекцию по парадигмам такой способ олилигирования. Имя это способ обращения к объекту. В питоне есть два способа обращения к объекту. Либо мы его называем каким-то именем, либо он участвует в каком-то составном объекте, например, в списке. У нас в объекте А есть четыре объекта 1, 2, 3, 2, 3, 4, и к нему можно обратиться вот так. Допустим, вот четвертый элемент списка. А сам объект А у нас доступен только по имени, мы можем к нему обратиться вот так. Но если мы, например, напишем вот так, то мы можем к объекту А еще обратиться, потому что он является составной частью объекта C. Так что имя это такой способ сослаться на объект в Питоне. Мы с вами потом поговорим, что на самом деле все еще проще, но это будет потом. Да. показали пример, где у нас мы создаем одинаковые строки и понимаем как ну мы не создаем на самом деле вторую строку. Значит ли это, что при создании новой строки и то каждый раз нет не значит нет не значит дело вот в чем мы это еще раз поговорим про это вот буквально там в конце сегодняшней пары дело вот в чем поскольку с точки зрения функциональности с точки зрения синтекиса нам по определенной степени все равно создаст он второй константный объект или не создаст поскольку объект константный мы с ним сделать ничего не можем то мы не можем даже в общем эффективно проверить это два разных объекта или один поэтому тот факт что вот сейчас у меня питон создал один и тот же объект создал два имени на один и тот же объект хотя мы написали эту константу два раза это означает что она просто где-то в кашах еще у него была вот он имеет право так не сделать я попробую воспроизвести эту штуку кстати может в 311 питоне а это 310 может она работает не так но в прошлом году она еще работала но это будет в конце в разделе треш потому что эта ситуация потому что это не вполне потому что это не вполне потому что это ситуация которая не описана в стандарте языка и отдаётся нотку про реализации без возникновения так типы я тут при вас очень много пользовался словом type чтобы проверить какого типа у нас соответствующий объект но надо сказать что type это вовсе не ключевое слово а такой объект и у него тип знаете какой вот это чтобы избежать дурной бесконечности какой тип у типа да кто брит бы добрее ну вот у типа тип тип чтобы окончательно мы это еще тоже будем делать но чтобы окончательно показать насколько вот это место в питоне сделано остроумно давайте сделаем так в питоне есть преобразование явное преобразование типов ну ровно тогда когда она условно задана в пространстве имен того тип с которым вы работаете ну например мы можем взять строку да допустим 1 2 3 это строка да эта строка если ее умножить на 2 получится 1 2 3 1 2 3 все хорошо но мы можем сказать что то типа а равняется int от int я сказал вот с да 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 вот ну и понятно да ну так вот внимание так следите за руками для начала мы можем сказать что то типа такое ну это такой объект вот его второе имя это вообще один и тот же объект мы можем сказать что что то в этом духе да ну какая разница да мы просто назвали объект под названием int назвали другим именем вот вот преобразование типов из строки в тып 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 который на самом деле вот но все интереснее мы можем написать так type под 1 вот то есть в действительности когда мы видим диагностика типа класс int на самом деле это тот самый объект который и есть конструктор целых чисел да вот мы когда говорим type это единица нам возвращается конструктор который сконструирует такие дела то есть нет никаких личных сущностей вот эту вот строку который мы видим это не какая-то там текстовая диагностика это попытка вывести на экран тип тип int тут собственно так и написано класс вот абсолютно такая же штука с функциями функции в питоне это такие объекты единственно чем они отличаются от других объектов у них их можно вызвать к ним можно переписать вот так вот 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 такая функция которая зависит от двух параметров возвращает одно значение мы можем ее вызвать можно первых написать вот так что здесь написано я показал питоне имя фон он горит эта функция ну эта функция а вот если я напишу здесь круглые скобочки то он ее вычислить возвратит c умножить на 2 а надо а умножить на 2 вот кстати хороший пример хороший пример того что питон не справился с ситуацией он посчитал эту функцию абсолютно синтактически верной почему произошло рантайм исключения потому что глобального имени c к этому моменту все еще не было в системе было бы оно мы бы не увидели что эта функция не рабочая ну вот значит да вот вам функция прекрасно значит алгоритм записанный вот здесь умножить первый объект на 2 прибавить к нему второй и вернуть результат отлично выполнился более что никакого у нее типа а функция конечно у нее есть тип спасибо функция это колобл объект называется функция более того спасибо за вопрос это я неправильно ответил конечно у нее есть тип функции это колобл объект называется функция более того вам скажу вы можете написать все тоже пожалуйста все так сработает это вообще один и тот же объект потому что у них совпадают идентификаторы просто у него два разных имени вот то есть смотрите мы все еще не выпали за очень простую конструкцию в которой в питоне есть только объекты с определенными свойствами а больше ничего нет ну и соответственно операторы которые с этим объектами работают а почему мы не могли сказать что так это у нас просто функция которая возвращает класс и скрип и так далее зачем нужно идти отличный вопрос у нас будет наверное третья с конца в этом семестре лекция про метаклассы и мы там немножко раскроем хитрость вы наверное все знаем а ну вот у нас будет разговор про метаклассы в конце семестра и мы там раскроем дополнительные возможности пятачка барбару функции так значит вы очень правильно заметили да это не только не не просто функция которая возвращает класс конструктор с другой стороны там принципиально различные очень сильного принципиально различные между функцией классом нету потому что класс это тоже колобу у класса можно поставить в скобочках что-то и он чем-нибудь такой вернет так функции в питоне есть один маленький нюанс функция в питоне это не типизированное преобразование данных а запись алгоритма считая что то что то вроде под программу как видите функции fun вообще говоря все равно что умножать на 2 и складывать строки или числа или может быть даже какие-нибудь кортежи да можно же вот так запустить пожалуйста в этом проявляется свойство строгой но динамической типизации питона она же утиной типизации о чем мы говорили в прошлый раз функцию можно применить к любому объекту который можно умножать на числовую константу и складывать вот какого бы типа объект ни был если а умножить можно умножить на 2 а потом прибавить к нему б функция будет работать если мы передадим такие 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 параметры что это сделать нельзя мы получим рантайм исключения в тот момент когда мы попытаемся вычислить невычислимые выражения обратите внимание что первая операция проработала мы а умножили на 2 а вот сложить строку с числом 3 мы не смогли и в этом проявляется не только утиной типизация то есть динамическая типизация питона но и ее строгость питон строго типиземный язык чтобы вам не говорили разные люди которые в этом не разбираются вы не можете прибавить число к строке до тех пор пока у вас не написано в вашем реальном коде что к этому вот что 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 вот тот тип данных которые вы сейчас используете допустим число да что его действительно можно прибавлять строки вы не можете применить операции другого типа к операциям ну короче нет никаких кастингов под капотом за одним небольшим исключением это там не кастинг под капотом а на самом деле просто логика работы некоторые операции заранее заданы в языке вот то есть типизация в питоне строго по определению мы не можем применить к питону операции не являющиеся методами этого элемента вот но динамическая и да в питоне нету в синтаксисе типизации имен в питоне есть хинты подсказки так называемая аннотация про это у нас будет предпоследняя лекция но типизация имен в питоне нет вы можете одним и тем же именем называть какой хотите объект и никому от этого не будет плохо вот ну разумеется функции могут быть могут являться параметрами функций можно передавать это все понятно тут мы это будем уже делать потом функция это обычный объект мы подошли к довольно четкому пониманию того что такое связывание объектов питоне я обещал вам рассказать что питоне нет присваивания вот сейчас расскажу про это и так как же все таки работает интерпретатор командной строки когда вы пишете что-то типа 1 плюс 2 умножить на 3 ну и скажем 100 плюс вот сколько и каких объектов между вот этой строчкой и вот этой строчки создалось и удалилась давайте посчитаем во-первых происходит синтаксический разбор этого выражения оно интерпретируется как валидное выражение поэтому никаких ошибок мы не видим и дальше сообразно приоритетом начинает вычисляться что у нас есть у нас есть два слагаемых сначала вычисляется 100 создается объект номер один целочисленное равный 100 дальше мы видим вот эту скобочку значит надо сначала вычислить вот это сложение значит надо сначала создать объект номер 2 равный единице дальше мы создаем объект номер 2 номер 3 равной двойки дальше мы их складываем получаем объект равной тройки объект 1 и 2 нам больше не нужны они удаляются дальше мы берем один объект равной тройки домножаем объект равной тройки здесь я давайте мы вот так сделаем вот у нас объект равный 100 висит еще не недовычисленный и объект равный 3 да дальше создает объект равный 12 3 умножается на 12 получается 36 создается объект равный 12 3 объекта 3 умножается на 12 получается 36 а эти 2 удаляются остается 2 дальше они наконец складываются 100 и 36 получается 136 получается один объект 136 этот обеда один объект выводится на экран и тоже удаляется потому что он тоже никому больше как бы к этому моменту когда я нажал enter ни одного объекта больше не осталось да чтобы чтобы да 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 чтобы не говорить на эту тему в каких случаях только создается в который не создается там все это вот это все под капот да если они в рамках 1 1 1 выражение то почти наверняка эта тройка и эта тройка это один и тот же объектом и не создавался вот мы их посоздавали вычислили удалили как сделать так чтобы объект не удалялся очень просто именовать его все произошло за исключением того что теперь на объект по имени объект который хранится объект 109 числа целочисленный есть ссылка имя а можно сделать еще одну ссылку b равняется а это будет обидать два имени одного и того же объект вот мы тогда у каждого объекта в питоне может быть сколько угодно имен и удаление имени это именно удаление имени объект остался потому что есть еще как минимум одно имя вот если я скажу dlb то количество ссылок на объект станет равно нулю и скорее всего его больше не будет он в какой-то момент удалится из каша потому что все равно к нему никогда не сможем теперь доступиться к этому объекту нету на него никто не ссылается вот итак операция равно эта операция именования или связывания справа у нее стоит объект а слева стоит то с помощью чего этот объект связывается понимаете в чем различие с абстракцией под названием переменные переменные языках программирования типа того же си это такая коробочка у которой на борту написано имя в эту коробочку внутрь мы закладываем значение здесь же коробочками являются безымянные объекты которые пахают значит у нас где-то вокруг нас а мы к ним приклеиваем такие названия этот объект называется а он же называется бы вторая дырочка а удаление объекта выглядит как отклеивание этих названий и когда мы отклеим последнюю дырочку объект можно выбрасывать вот потому что неизвестно что это может быть там крысиный яд а вовсе не число 109 вот соответственно нет на самом деле не поэтому потому что на нее ссылки на него закончились можем но результат будет не совсем не вполне предсказуемый так давайте посмотрим так вот да вот мы сравним равны ли они они равны а вот из опаньки нам еще питон говорит слушайте чего делаете у вас слева ссылка имя а справа константы вы точно хотите проверить вот то что вы хотели проверить спросил у нас питом но обычно это не нужно тем не менее видите поскольку мы довольно давно создавали этот объект вот это стоить 445 345 и назвали его к этому моменту питом уже не помню что такой объект есть и создала заново и поскольку он создал заново опаньки оказалось что это два разных объекта вот а если мы сделаем вот так вот смотрите то не исключено они все равно false ну ладно раз пошла по такая пьянка да совершенно справедливо так будет работать именно так сейчас скажу почему вас дело в том что поскольку такие вещи в питоне вообще никак не специфицированы и при программировании ну как видите рекомендуется этим не пользоваться совсем реализация там под капотом очень прихотливая она зависит от представления значит грида относительно того какие целые числа всем нужны и если мне не изменяет память в кэше питона всегда лежит всегда лежат объекты от 0 до 250 почему-то 3 а вот и вот если вы пользуетесь целыми числами от 0 до 253 тут это всегда будут дополнительные ссылки на один и тот же объект а если больше то может так случиться что если что что будет создан новый объект а потом удален и это все подкапотная штука которая никак не влияет на логика языка это я забежал вперед что еще можно рассказать про пространство имен ну разумеется мы будем пользоваться очень часто вот такой фигней под названием dir dir и это функция которая показывает какие имена сейчас содержатся в текущем неймспейсе вот эти мы их насоздавали и fu 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 и fan и abcd и а и какие-то встроенные имена которые были изначально имена которые приехали нам из интерпретатор pt python ну короче пространство имя кстати забегая вперед можно спросить сделать и вот так посмотреть какие имена содержатся внутри объекта на который указывает имя а ну поскольку а это у нас целое же число да то там будут все арифметические операции всякие всякие дополнительные типа действительно мнимая часть количество битов как интересно сколько битов в числе 13 я не знаю 5 4 20 вот внутри объекта и сам по себе тоже является на имспейс может кондит ну и соответственно есть есть утилита locals смысле функция locals который показывает не только сами эти имена но и их значение вот утилита функция global с которой нам сейчас покажет то же самое с внутри функции понятное дело внутри контекста вызова функции locals покажет локальные имена global покажет глобальные теперь собственно просылки собственно просылки давай сейчас я что-нибудь расскажу и покажу сразу что что вот так типа я думаю что разные это же все таки нет одинаковое ну смотрите здесь у нас фактически экземпляр класса здесь класс да в случае случае встроенных типов методы класса и методы экземпляра кла методы объекта они называются совершенно одинаково вот а вот в случае допустим когда вы сами делаете класс вполне внутри конкретного экземпляра класса можете добавить полей которых нету у основного класса так что это это совпадение скажем так не случайно но не стопроцентно теперь давайте про рифкаунт поговорим значит вот у нас есть допустим сейчас мы переводим вот у нас допустим есть а равняется b равняется c равняется такой объект предположительно у него сейчас три имени у этого объекта мы давайте это проверим давайте это проверим вот импорт сис сис . get ref count вот ну скажем а я вангую что сейчас будет что на get ref count нам скажет как минимум 4 ссылки не 3 чего вау как интересно как минимум 4 да вот это 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 я сам удивился давайте попробуем обычным петоном вдруг что-то не так ну-ка здесь а равняется b b равняется c равняется хорошо давайте строк со строкой не должно произойти такого конфуза что делаем табуляцию так импорт сис сис . get ref count вот а вот это более правильное значение обратите внимание что они стали стремительно уменьшаться здесь был 48 здесь уже уже 36 вот почему 4 а не 3 локальные переменные функции get ref count это еще одна ссылка на этот самый квер-квер-квер а ссылается на него б ссылается на него c ссылается на него и у самой функции get ref count в пространстве имен есть параметр который на него ссылается станет обрать 3 да да станет опять 3 именно так ну вот соответственно если мы сейчас удаляем любой из этих имен вернет ой а как так ну вот значит вот тут все нормально да я вот вот на единицу он вернуть не сможет да это правда непонятно почему он здесь их сказал а единицу он не сможет вернуть потому что вы создали объект он у вас висит пока он у вас висит неудаленный и еще на него ссылка там внутри функции так что нет единственный вернуть не сможем ну вот такой вот простейший инструмент который как вы понимаете очень хорошо работает пока ссылка на объект есть он считается существующим когда ссылки на объект нет вы можете считать что вы удалили а когда его удалит питон и это вопрос реализации не специфицирован в языке придет когда придет гармош коллектор и пудами вот множное связывание множное связывание это довольно важный момент вот здесь вот который состоит в том что у нас сама операция связанная происходит как бы атомарно не совсем атомарно хотя бы в один момент можно же было написать c равняется квер-квер-квер потом b равняется c потом а равняется бы но это а неудобно вы происходит в разное время в разных строках вашей программы можно писать более интересную штуку вот слева у нас три связи в данном случае времени справа у нас последовательность на самом деле любая не совершенно не обязательно должен быть кортеж может быть список может быть итератор может быть range какой-нибудь и эта последовательность раскрывается и поэлементно именуется вот тоже очень удобная штука чтобы не писать вот это а равно одному b равно двум c равно трем а главное чтобы операция присваивания было как бы связывание было как бы 1 как мне заметили позапрошлом году заметила одна очень умная дама магистратуры философского факультета кафедры кажется логике она заметила что операция связывания не является атомарной потому что вот эти выражения которые справа вычисляются по очереди сначала первое потом второе потом третье и если внезапно мы еще туда что-нибудь вставил вот то там начнутся начнутся побочные эффекты кстати о побочных эффектах а нет давайте мы пока пока про связывание поговорим а потом поговорим про другие вещи про побочный эффект точнее про маржа и его побочные значит операция связывания это просто операции такого именования или еще какого-то вот привязывания нашего объекта к какому-то месту с которого можно не рассылать вот помимо множественного связывания значит чтобы сразу было понятно что такая функция которая возвращает много значений это просто функция которая возвращает кортеж или там не знаю какой-то последовательность а вы просто вот таким же способом ее распаковываете да если мы написали деф фун вот бы и она возвращает возвращать четыре значения то мы можем написать что это типа а запятая б сптсс тд равняется фун вот 12 то есть нет проблемы у питона вернуть много значений потому что можно просто вернуть любой любой объект например карты все или список и литера вот мы подадим три имени то все будет плохо будет он таем ошибка потому что мы у нас в операции связывания слева три связи справа четыре значения вот это есть один тот же картош он ровно один просто он длиной 4 они 3 нет погодите здесь написано не это здесь написано что возвращаемые значения этой функции распаковать и нулевой элемент поименовать b первый элемент поименовать c а второй d если вы хотите написать вот так то так и пишите вать то же самое ну как бы это ваше ну хорошо продаю продаю таблетку которую можно использовать называется кичо у вас сюда приезжает один объект сюда приезжает один объект а сюда приезжает все остальные 20 такая операция тоже в питоне синтактически есть питон вообще в этом смысле полон всяких удобств это правда не по сегодняшнюю тему ну да ладно да модифицированные объекты значит вот мы с вами уже говорили про модифицированные объекты списки и словари вот еще кажется множество тоже являются модифицированными объектами но главное в них другое главное то что вот смотрите а равняется b равняется 1 2 3 ну допустим пук мы помним что это один и тот же объект это имя одного и того же объекта и c это тоже тот же объект из это все один объект которую три меня три ведь написано 4 ты вот главная фишка модифицированных объектов в том что на них работает неожиданный но не так несколько странноватый хотя вполне ожидаемый паттерн что если мы сделаем вот так вот то совершенно очевидно что этот объект будет изменен и все имена вернее и по любому языке и и он вернется новое его состояние поскольку а b и c это всего лишь имена одного и того же объект вот это еще один как сказать довод не воспринимать имена в питоне как переменные операцию равно как операцию присвоения чтобы у вас не работал вот этот паттерн что когда вы присваиваете вы что-то куда-то перекладываете ничего не перекладывать равно это операция как бы именование операция связывания да а b и c связаны с одним и тем же объектом если этот объект не константный модификация этого объекта разумеется приводит к тому что а b и c начинают показывать другое такие дела ну вот это как раз этот как раз я вот это вот только что продемонстрировал что это не присваивание связывания как вы думаете сейчас я будет сейчас будет сложно а может быть просто не знаю давайте напишем кортеж кортеж то есть не быть в термо объект кортеж к нет c карта о тюпль он же тюпль ты допустим он состоит из числа 1 списка а и там не знаю строки были это кортеж как видите он не модифицируем ничего нельзя с ним сделать как вы вы думаете могу ли я модифицировать содержимое а да то есть сейчас давайте мы ты один равняется 1 сейчас вот тут написано это не т т т т т а у из т фолз естественно потому что это два разных кортежа они просто но они равны разумеется сейчас теперь мы пишем ты первое первое ну ты первое это она ты первое первое это вот этот вот будет элемент вы понимаете да что нулевой на это это первый ты ты первое первое равно что случилось где у него а вот ты первое первое равняется ну не знаю там куку а куку уже было куку реку вот да и опа мы смогли модифицировать как бы кортеж но на самом деле нет конечно в кортеже как было три объекта так и осталось эти объекты никуда не делись мы сами объекты не подменили а вот содержимое изменяемого объекта разумеется можно было поправить так что имейте ввиду что так сказать кортеж это не такой ребенка затычка да это всего лишь штука всего лишь набор сами элемент который нельзя потом подменять у равно равно то я все еще true конечно давайте проверим куда она делась там и там было один аквей здесь один аквей все так давайте попробуем хороший вопрос значит у нас есть кортеж или список допустим и равный 1,2 дальше у нас есть список м равный пель запятая 3 а дальше и л нулевое нулевое равняется м питон залез увидел что там где-то встречается уже один раз встреченный объект вполне и тогда кстати сказать и это тоже сегодняшняя тема с вот такими рекурсивными силками друг ссылками друг на друга связана единственная и главная проблема memory management который использует рифкаунт господи по-русски так управление памятью который использует счетчик ссылок смотрите помните мы говорили на м у нас сейчас три ссылки интересно почему 3 м кортеж и а кто 3 фиг знает что да но это же не про то что зациклилась ну давайте еще раз давайте попробуем а давайте ну да значит вот это какие-то причуды это какие-то причуды этого самого да вот возможно возможно когда он осматривал вот это там в кэше залипло значит две ссылки что будет если мы удалим или м по идее мы удалим по одной из двух ссылок а одну ссылку мы не удалим или будет продолжать ссылаться на м а именно объект вот этот объект вот этот объект будет продолжать ссылаться на вот этот объект ни одного имени у них уже не будет то есть по хорошему если написано вот так то у каждого объекта вы это у каждого из этих списков должно быть по одной ссылки l и m больше нет но их три ну две вторая ссылка это ссылка друг на друга поэтому если пишем del l,m у нас в этот момент в памяти образуются ссылающиеся друг на друга два списка у которых нет ни одного имени вот что с этим делать количество референсов не стало равно нулю ведет что что не анрев ну не именем а нет ни одного участия в пространстве имен потому что референс может быть не именем а ссылку еще из какого-то составного объекта ну разумеется ведет разумеется есть грабуш-коллектор собственный грабуш-коллектор в питоне делают только это и больше ничего так то а рефкаунт и сам может справиться с задачей разумеется грабуш-коллектор строит такие графы и очищает эти графы вот но у это возможность вот такого закольцевания ссылок очень сильно усложняет понимание работы с памятью как подсчет ссылок потому что эти графы могут быть очень такие вот причудливые как вы понимаете ну вот сейчас давайте кстати у меня даже где-то был пример как это делается с рифкаунтом вот мы можем смотрите что мы можем сделать мы можем отключить давайте только цветной питончик запустим мы можем отключить грабуш-коллектор и тогда вот эти зависшие зависшие петли останутся в памяти и мы их вручную можем найти давайте сделаем от gc.disable отключаем грабуш-коллектор ровно ту часть которую строит граф дальше воспроизводим распроизводим то что у нас было 1 2 и 3 вот л м теперь удаляем до удаляем ой пустой не получилось ну давайте как в лекции тогда сделаем в лекции была ссылка со самого на себя а равняется раз два три четыре а минус 1 равняется а gc.disable у нас есть на всякий случай повторим так а коллег забыл сказать он еще там висит в памяти никто его еще не проверил все гц точка коллект поискали он гитва видите вот этот вот 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 есть один объект о да блин опять не получилось такое ощущение что что-то они переделал а это что дубль 6 вот надо быть внимательно не торопиться ща я не я должно должно же получится ну так мне почему-то казалось что этого не нужно было делать ну ладно так кгц gc gc disable а равно а нулевое первое да 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 сейчас сделаем это спасибо дебаг а знаете что мне кажется мне кажется все 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 нормально просто мы этого не видим все сейчас все будет наверное так а первое равняется а до дел а gc коллект а ничто си как интересно по хорошо а а а я знаю что это это же мы это связано с тем что я на это самое что меня поэтому поэтому старт еще выполнился Там достаточно много объектов, у которых ревкаунт уже нужно занулять, которые висят там в памяти. Ну, короче, как видите, надо было включить диагностику. Спасибо, что я, наверное, наконец все это увидел. И видите, тут все. Среди этого, я думаю, будет наш А, дурацкий. Но тут много, конечно. Автергетер какой. Откуда это все? Так. Ладно, ну, короче говоря, давайте вернемся к основному разговору, потому что мы, кажется, я, кажется, напрасно туплем. У нас 5 минут до конца лекции. Вот. Это и есть та самая проблема кольцевых пространств имен, когда количество ссылок, которыми мы владеем, чуть меньше, чем количество ссылок всего. И, значит, нужно, чтобы приходил габачоколлектор и их удалил. Так, погодите. Так, это я уже сказал. Да, значит, еще две темы, и мы уже приближаемся к концу. Тема про операции типа плюс-равно и вообще что-то такое равно. В принципе, в питоне довольно много таких операций. Вот они. Они для константных объектов вообще означают примерно одно и то же. То есть если мы пишем что-то вроде а равняется раз, два, три, а плюс равно, скажем, 8, да, то на самом деле это в действительности интерпретируется к а равняется а плюс 8. Да, а вот эта операция равняется, вернее, выражение равняется а плюс 8 интерпретируется так. Возьмем содержимое по имени а. Это объект. Создадим объект 8. Сложим их, получим новое число 131. Назовем этот новый объект именем а. Так что между вот такой операцией и вот такой операцией в случае константных объектов разницы нет. А вот в случае модифицированных объектов операция плюс-равно вполне может работать по-другому. Например, добавлять элемент в тот же самый список. Не создавать новый список, а добавлять элемент туда. Ну давайте, чтобы всех окончательно запутать, я это продемонстрирую. Вот у нас есть список. Это модифицированный объект. Именно список. И мы говорим что-то типа id от a. Мы говорим a плюс-равно, добавляем туда еще один кусочек, 1, 2. Видите? Тот же самый список. Мы добавили в конец списка a еще хвостик. Операция модификации in place. А вот если бы мы написали равняется a, равняется a плюс, 1,2, мы бы получили совершенно другую картину в случае модифицированного объекта. Потому что мы бы взяли список a, мы бы взяли список 1, 2, мы бы их сложили и получили третий объект. И этот третий объект назвали именем a. Упс. Поменялся. Так что операция вида что-то там такое равно. Это не только синтаксический сахар, но и некий протокол. С этим понятием, понятием протокол, мы будем встречаться в питоне. Когда написано вот такое, это означает, что в случае, если объект обладает некоторыми свойствами, то выполняется одна, один вид операции, а если он обладает другим свойствами, то другой. Вот. Да. Конструкция a плюс, потом, а. А в чем проблема? Ну, а это... Что? Изменяется ли в кани? Давайте проверим. Все, все такие вещи надо спрашивать у питона. А зачем ему меняться? Что написано вот здесь? Здесь написано взять список, на который ссылается имя a, и добавить эту последовательность в конец списка, на который ссылается имя a. Все четко. Значит, нечто про маржа. Я уже говорил, что отставка, переход гвиды на пенсию была связана вот именно с маржовым оператором. Я долго искал в сети такое изображение маржа, которое было бы похоже на вот эту вот картинку. Видите, они похожи. Вот. Значит, основное применение операции связывания, а не оператора связывания равно, использование прямо внутри эстметических выражений. Тот самый побочный эффект, который люди обычно порицают в языках программирования. Вы можете написать что-то такое, типа a равняется здесь вот b, b, допустим, раз, два, три, умножить на два. И у вас одновременно будет и так, и вот так. Как известно, в C можно было бы, ну, можно было бы пробовать написать что-то типа c равно 2 плюс c равно 3, и это вызывало бы на хэр. Почему? Нет, не должно. Почему? Надо же, ну, компилятором же можно оптимизировать, если сначала считать с одной стороны, то на другой стороны. Нет, простите, вот в этом случае оптимизации, кажется, быть не должно, потому что порядок выполнения действий строго задан. Так, сейчас я сформулирую нормально, какое оно должно быть стоять, потому что задан вопрос. Так, давайте-то не сейчас. Вот давайте в чатике вы это напишите. Вот, да. Значит, по крайней мере, с питоном точно так. Тут никакого бы нету, прямо и рядом не лежало. Последовательность выполнения всех этих операций известна заранее. Ну, то есть мы выполняем теперь на правую секретару? Ну, или справа и налево, в зависимости от того, что, да? Вот это... Нет, 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 нет. Никакой такой оптимизации в питоне нет. Всё вот это чисто считается вот. Но, на самом деле, так никто не делает. Главное применение – это связывание каким-то именем чего-то, какого-то выражения, которое само по себе где-то встречается, не встречается в операции связывания. Вот типичный пример. Цикл из четырёх строк превратился в цикл из двух строк. Дословно это всё описано по ссылке. Почитайте, мы уже заканчиваем. Это был кэш. А, единственное, что я хотел рассказать про кэш, это вот такую прекрасную штуку, то, что если написать C A, B равняется A из B, то это true. А если написать A равняется B равняется Почему? Потому что здесь это раза три, четыре, пять встречается в одном и том же выражении, и мы знаем, что это один и тот же объект. А здесь они встречаются в двух разных выражениях. Мы не знаем, что один и тот же объект, и не собираемся проверять весь namespace на предмет совпадения этих объектов. Однако, если мы напишем вот так вот, ровно в силу того, что питон кэширует числа от 0 до 253. Так что... ... ... Иначе у нас получится некоторое странное упражнение с именами. Ну, знаете, как в питоне поменять местами значение двух переменных, не используют третий переменный. Все. И вот в этом месте атомарность связывания, да, с точки зрения кэша, вот ровно она. У нас справа два значения, слева два имени. не взяли подставь. Ой. Вот. Да. Собственно, все. Смотрите. Поскольку у нас этот курс объявлен еще спецкурсом, то запись на него все еще длится, и поэтому у нас все еще тупое домашнее задание. В следующий раз домашнее задание будет не тупое. Домашнее задание сегодня такое же, как в прошлый раз, зарегистрироваться, научиться входить в... В следующий раз уже будет четыре домашних задания. Ну, с другой стороны, на что тут давать домашнее задание, скажите? В следующий раз уже будет. Все. У нас время вышло совсем. Мы почти десять минут сверху. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если нет, всем спасибо.